здравствуйте дорогие товарищи речь пойдет о чем фактически мы с вами применим те знания которые мы получили на занятиях с Виктором Ивановичем Галко самостоятельным изучением первого тома капитала Маркса и в общем то мы на цифрах экономической статистики современной покажем как проявляется эксплуататорская сущность капитализма как мы знаем на поверхности у нас много таких такого что сущности может и не не относиться и если говорить об экономической системе капиталистической то ну что у нас на поверхности обычно всплывает какие-то широкие возможности для участников экономической жизни какая-то свобода обычно говорят о свободе с другой стороны часто понимают тему неравенства доходов ну получается это и темы неразрывные да кто успешный большие доходы остальные не очень успешные вот в этой связи хотел бы провести данные которые дает банк кредит свиз в таком отчете называется мировое мировое богатство global wealth record за прошлый год в нем приводятся такие цифры что за 19 лет это не понимательно считают число долларовых миллионеров то есть людей у которых за душой больше миллиона долларов и вот они таких 2000 2000 году начале века 21 значит насчитывали 13 9 миллионов а 19 лет спустя уже 46 8 миллионов то есть рост более чем три с половиной раза таких людей которых больше миллиона долларов и если в 2000 году они это вот они составляли 37 сотых процента от всего взрослого населения в 2019 году 92 сотых процента то есть меньше процента но выросло это число то по суммарному состоянию в 2000 году это было 39 и 6 триллиона долларов и составляло 34 процента мирового богатства в 2019 году это уже 158,3 триллиона долларов и это уже 44 процента мирового богатства то есть в руках менее чем 1 процента от взрослого населения планеты сосредоточено 44 процента богатства вот такие у нас успешные участники экономической жизни и по россии например приводится данные что в 2010 году таких миллионеров было порядка 14 тысяч человек а в 2019 то есть через 9 лет уже 246 тысяч то есть рост более чем в 17 раз явный успех ну тем не менее 246 тысяч это всего лишь две десятых процента взрослого населения россии а из того же отчета следует что больше 79 процентов населения взрослого довольствуются десятью тысячами долларов в год то есть это если на наши деньги порядка то есть менее 50 тысяч рублей в месяц зарплаты ну это в общем то цифры сопоставимые со средней зарплатой которую нам наша статистика дает ну таким образом что мы видим колоссальное расслоение и в общем то можно сказать что тут вот старайся при капитализме лови удачу и попадешь рост то какой могут же люди как то свою жизнь налаживать да ну а подходя научно марксистки конечно же мы должны сказать что никакой тут удачи не удачи дело точнее а дело в том что основе капитализма лежит присвоение неоплаченного труда это конечно такое утверждение сразу найдет возражение могут возразить что как так все работают за зарплату это норма где же тут неоплаченный труд тут нам нужно вспомнить то что мы уже проходили начать наверное следует с того с всеобщей формулы капитала капитал у нас начинается с денег далее преобразуются в товары далее товары реализуются на рынке и в руках капиталиста оказывается большая сумма денег ну или точнее если она оказывается его в руках больше именно выросшая можно считать его капиталистом и деньги превратившимися в капитал тут вроде бы никто спорить не будет понятно что все предприниматели весь бизнес идет среди прибыли без прибыли никто работать заниматься бизнесом не будет далее возникает вопрос откуда это берется прибавка и тут конечно же сразу будет разные разные мнения да если мы возьмем и скажем что согласно политэкономии маркса прибавка это для капитала это прибыль но это преобразованная форма прибавочной стоимости которая создается в сфере материального производства производства товаров и только там а далее перераспределяется то конечно на это возразят что ну почему только там и вовсе нет и везде зарабатывают в банках еще больше зарабатывают и в общем всякие подобные возражения но мы стоя на марксистских позициях должны сказать что вся вот эта все эти прибыли во всех непроизводственных сферах это уже перераспределение прибавочной стоимости созданной в производстве в основе этого лежит эксплуатация за счет чего за счет частной собственности на средства производства и найма если говорить более конкретно то фокус заключается в том что капиталист вкладывая авансируя свой капитал изначально покупает помимо средств производства рабочую силу а продает готовый уже готовый товар после того как рабочая сила была задействована получились готовые товары и получается что покупался один товар рабочая сила продается другой товар готовые изделия и оказывается что вот это вот удивительное свойство рабочей силы создавать новую стоимость при своем потреблении как раз это и используется капиталистом в своих целях получения вот этой прибавочной стоимости которая для него имеет форму прибыли ради этого все и затевается то есть что получается вложив средства в средства производства в найм рабочей силы капиталист это все соединил на выходе получил готовый продукт и почему мы так разделяем на отдельно в бухгалтерии ведь так это все попадает в отчетах там в себестоимость в графу себестоимости и так кажется что вот потратил на средства производства капиталист на найм все расходовал расходовал потом раз продает прибыль откуда везение умения надо знать куда продать кому за сколько как будто это все в сфере обращения уже происходит маркс пишет об этом что если бы это все было в сфере обращения это значит каждого обманывал каждый товаровладелец и там далеко ты не уйдешь если обманул что же надо покупать средства производства там тебя обман обманом дело не объяснишь а вот чем объяснишь тем что покупает капиталист рабочую силу по одной цене рабочие работают и получается если свести например к часу то за час рабочая сила материализуется обществляется в определенном объеме товаров в стоимостях и та сумма которая платится рабочему за этот час работы она не равна этой сумме вновь созданной стоимости она меньше за счет этой разницы получается прибыль где нам это посмотреть в цифрах ну вот мы можем обратиться к нашей статистике у нас есть значит российский статистический ежегодник 2019 года здесь у нас тут по разделам все удобно выложено что во первых мы можем посмотреть если мы хотим понять увидеть вот эту разницу стоимостях двух товаров ведь если мы говорим о стоимостях то у нас стираются все различия в товарах все средства производства которые у нас капиталист приобретает они уже не делятся там на запасы на машины на материалы это все превращается в стоимости а соответственно величины их измеряющиеся в рабочем времени среднем общественно необходимым были материалы основное выражение это просто суммы денег выражаем эти стоимости в деньгах сумма денег дворы средства производства перемещаются точнее переходят переносится стоимость средств производства на готовые изделия поэтому это называется постоянный капитал то есть те суммы которые вложены в средства а вот с переменным капиталом происходит вот это превращение вроде сумма потрачена на но в товарах то обесчисляется уже другая стоимость вновь создана так вот как мы можем по данным статистике посмотреть эти соотношения например возьмем статистику по обрабатывающим производством все это большая сфера российской экономики это порядка 14 процентов занятых это больше 10 миллионов работников там трудится около 10 миллионов чуть больше и вот есть у нас такие данные раздел 13 раздел этого сборника 17 подраздел счет образования доходов по отраслям экономики здесь нам дают цифры сколько работники работающие по разным сферам в том числе и в обрабатывающей промышленности заработали за год там самые свежие данные по восемнадцатому году ну вот тут указано порядка 4,8 триллиона рублей получили все работники что мы тут можем сказать во первых вот эта доля приходящиеся на труд при этом в разделе счет производства по отраслям 13 точка 12 раздел мы узнаем что а сколько же продукции выпущена данной сферой обрабатывающими отраслями указано 47,7 десятых триллиона рублей то есть обратите внимание 4,8 оплата труда а стоимость всей выпущенной продукции 47,7 то есть практически в 10 раз что нам говорит эта цифра то есть представим как будто все эти 10 миллионов это один работник вот он отработал принес то есть создал готовый продукт и как компенсацию за свой труд в оплату своей рабочей силы получил одну десятую долю от этого продукта то есть фактически совокупный непосредственный производитель распоряжается в данном случае лишь одной десятой долей продукции то есть если он пойдет в магазин то вот из всех тех товаров которые были произведены вот он десять процентов десятую часть только может и купить то интересно нам еще статистика дает количество фактически отработанного времени в разделе 5.6 и по обрабатывающим производством мы можем узнать что 19 миллионов сто шестьдесят тысяч человеко-часов было обработано в обрабатывающих производствах поэтому мы можем даже зная сумму выплаченных денег работникам зная сумму всех выпущенных товаров то есть стоимости всех товаров мы даже можем поделить на количество часов посчитать вот получается отработав час работник получил двести пятьдесят рублей если мы поделим суммарная фонд заработной платы за год суммарное количество часов отработанных получается в час двести пятьдесят рублей при этом в час продукции выпускалась во всех обрабатывающих производствах также в час две тысячи пятьсот рублей то есть что получается приходит человек рабочий на работу у него там все обеспечено он работает получается готовая продукция на сумму две пятьсот ему двести пятьдесят рублей дают все свободен гуляй так две двести пятьдесят уже в распоряжении капиталиста это не то что пойдет ему в карман потому что из этой суммы ему надо и материальные затраты компенсировать и налоги выплатить и проценты если он заемным капиталом работает выплатить и уж тогда что-то ему остается ну кстати статистика также дает обобщенные показатели раздел шестнадцать пять сортированные финансовые результаты то есть доходы минус расходы получается по видам экономической деятельности по обрабатывающим производствам также у нас есть цифра порядка целых одна десятая триллиона уже прибыли дали совокупно все предприятия данной отрасли и также если допустим поделить на количество часов отработанных то можно сказать что в час получается вот в расчете на отработанный час сто шестьдесят пять рублей прибыли получили совокупные собственники этих средств производства то есть модель получается такая вырабатывается две тысячи пятьсот рублей то есть продукция на две тысячи пятьсот рублей двести пятьдесят отдавалось работнику то что он работал и сто шестьдесят пять рублей уходило в карман собственника который что делал ну что он делал вот у него деньги были он распоряжался ими вот за это и награду получил так получается вот вот мы уже видим где вот та почва на которой так буйно растут наши долларовые миллионеры 17 раз за 9 лет что тут еще можно сказать вот также можно прикинуть что получается в час работы вот чтобы отработать свою зарплату часовую рабочему в 2018 году в обрабатывающих отраслях промышленности требовалось шесть минут рабочего времени за шесть минут он отрабатывал свою зарплату часовую остальные все четыре минуты уходила в распоряжение нанимателя или если растянуть это на восьмичасовой рабочий день то получается шесть и восемь сорок восемь минут он работал на свою зарплату а далее семь часов двенадцать минут вот там на благо на благо экономики в целом да так можно сказать так вот это уже показывает насколько насколько отчужден непосредственный производитель от результатов своего труда распоряжаюсь лишь одной десятой частью этих результатов но даже даже при этих цифрах мы еще даже точно не можем выразить какой достаточно строгий показатель степени эксплуатации труда который как мы знаем из теории равен отношению прибавочной стоимости то есть это всей новой стоимости за вычетом переменного капитала и вот отношение этой прибавочной стоимости к переменному капиталу то есть фактически новая стоимость относится к отношению к фонду заработной платы из обобщенной статистики это довольно затруднительно выявить потому что к сожалению многие показатели которые казалось бы при первом взгляде скажут нам достаточно точно эти соотношения они все таки считаются скажем так с примесями даже есть в системе национальных счетов там есть показатели чистой прибыли и тут же они пишут а мы чистую прибыль валовую чистую прибыль считаем так что она несет в себе еще и затраты основного капитала то есть мы их не вычитаем почему вы их не вычитаете почему вы тогда это прибылью называете с научной точки зрения нам это не очень подходит поэтому для более точного вычисления оценки этого показателя надо воспользоваться отчетами непосредственно предприятия где происходит в каждом конкретном случае вот эта эксплуатация и полезно это еще и с точки с точки зрения что мы же не просто хотим знать эти цифры в общем и удивляться ну как же так вот при царе батюшке только половину рабочего времени тратилась на барщину а сейчас вот девять десятых это же не просто разговоры тут речь идет о том что кто 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 должен заинтересован ли кто-то и должен ли кто-то менять это положение ну вот если мы обратимся тогда к предприятиям то я обычно вот открываю такой список значит миллиардеров мировой сейчас у нас тут глава амазона это магазина розничного значит со 123 миллиардами и в этом списке сейчас из из России вот появляется на 30 месте опять Владимир Потанин знаем это собственник норильского никеля вот здесь удается что он владеет почти 35 процентами дудинки активами через кипрские через кипрскую фирму в общем-то владеет активами этого норильского никеля что нам показывает уже статистика непосредственно предприятия сейчас мы можем посмотреть отчет за 2019 год но не годовой отчет красивый когда с картинками а более скучный отчет просто о финансовых результатах потому что годовой отчет еще не успели выпустить за 19 год только есть 18 но мы пока воспользуемся консолидированным финансовым отчетом за 19 год здесь также нас будет интересовать соотношение тех доходов которые получили рабочие и прибавочной стоимости вот эту прибавочную стоимость мы находим следующим образом мы берем из отчета о прибылях и убытках статью валовая прибыль как она получается если посмотрим отчет то начинается все с выручки то есть тех денежных средств которые поступили в компанию после реализации продукции из этой выручки вычитается затраты на производство которые в бухгалтерском учете также содержат и средства на оплату труда и фактически вычетив вот эти статьи получается валовая прибыль и немного уточнив состав затрат он тоже тут приводится мы увидим что фактически себестоимость уже и тут включает в себя материальные затраты расходы на оплату труда плюс еще вот есть налог на добычу полезных ископаемых налог мы вернем в сумму вот эту вот и получается что расходы на оплату труда 83 миллиарда налог был 14 миллиардов а соотносить нам это надо с суммой этой валовой прибыли которая составляет 542 миллиарда вот к ней мы и прибавим этот налог и разделим на фонд заработной платы вот тогда мы найдем это соотношение то есть мы взяли ту сумму которая получилась после того как мы убрали все материальные затраты из суммы выручки вот эта сумма означает сумма вновь созданной стоимости вот мы ее поделим на сумму которая пошла на зарплату и получим это соотношение то есть в числителе у нас не просто вновь созданная стоимость а уже прибавочная стоимость потому что она за вычетом суммы оплаты труда ну тут получается 664 процента то есть больше чем 6,5 раз превышает сумма прибавочной стоимости сумму фактически вот этого переменного капитала или мы ее можем назвать необходимой стоимости то есть которая компенсирует затраты труда и что мы тут видим если мы посмотрим соотношение вот 83 миллиардов выплаченных в качестве зарплаты и выручки 831 миллиарда тоже десятикратная разница да мы видим что сумма пошедшая на оплату труда она в десять раз меньше чем сумма произведенной продукции то есть захоти работники купить вот эту же продукцию свою ну вот десятую часть смогут купить но в отличие от обобщенной статистики по обрабатывающим производством здесь мы видим уже другую картину в распределении прибавочной стоимости то есть мы видим что при выручке 831 миллиард валовая прибыль то есть это за вычетом материальных затрат 542 миллиарда то есть это больше заметно больше половины уже идет как основа дальнейших распределений затрат на проценты на налоги и на выплату уже на получение чистой прибыли и выплату дивидендов так вот получается что вот это соотношение 6 и 7 раза нам говорит о чем что вот в первом таком приближении у нас получается что каждый рабочий отработал морейском никеле за себя и еще можно сказать за семерых за восьмерых почему первое приближение потому что опять же мы взяли фонд заработной платы общей по предприятию а научно говоря мы должны сказать что стоимость она создается трудом рабочих все остальные занимаются очень важным полезным трудом по организации производства но это уже перераспределение этой стоимости вот из этого отчета финансового мы тут не узнаем структуру работников а вот из отчета за предыдущий год за восемнадцатый там есть такие данные там указано что доля рабочих составляет шестьдесят девять процентов если мы скорректируем на на это на этот коэффициент фонд заработной платы то есть возьмем не весь фонд заработной платы а только шестьдесят девять процентов от него будем считать что все коровы получают возьмем только долю рабочих и уже тогда эту сумму задействуем в расчете нормы прибавочной стоимости мы уже получим цифру более тысячи процентов то есть получается каждый рабочий отработал уже за десятерых ну кажется возможно ли такое неужели это справедливо ну так так складываются условия эксплуатации поэтому уже тогда и не удивительно если мы посмотрим годовой отчет за восемнадцатый год то мы там узнаем что например на семнадцать человек правления выплачено пять и четыре миллиарда рублей за год вознаграждение так поделить по двадцать шесть миллионов в месяц при средней зарплате работника восемьдесят девять тысяч рублей то есть как даже соотнести вот эти двадцать шесть миллионов и восемьдесят девять тысяч почти триста рабочих получает член правления и выплаты дивидендов по 2018 году восемьдесят миллиардов пошло на зарплату и двести сорок восемь миллиардов на дивиденды акционерам о чем нам говорят эти цифры и то что это сверх эксплуатация наверное это просто констатация факта вопрос что делать вот в этом вопросе наверное сразу надо сказать что уж кто-кто а рабочий класс в первую очередь заинтересован в улучшении своего положения и если уж не сразу строить такое общество в котором бы непосредственный производитель распоряжался не одной десятой частью продукта а семей ста процентами произведенного продукта то как первый шаг это хотя бы улучшить свое положение ведь я думаю что рабочие все на собственном опыте чувствуют это вот это бремя я лично например разговаривал с рабочими работающими на добывающей фабрике и они например работают 12 часов смена и так 4 дня с одним выходным при этом заработная плата порядка 37 тысяч рублей в месяц для квалифицированного рабочего да там есть заработки в этой сфере когда можно и сто и сто пятьдесят тысяч заработать но это надо поехать куда-то там на крайний север или на дальний восток вахтовым методом там вообще без выходных соответственно там другие уже расчеты а так вот пожалуйста двести сорок часов в месяц 37 тысяч рублей причем работники этого предприятия раньше работали шесть часов в день была смена четыре смены по шесть часов потому что там вредность а теперь это две смены по двенадцать часов ну и прироста заработной платы нет то есть так вот ползучие с повышением переработок которые потом перестают быть переработками все сводится к тому что если в среднем вот мы видели по обрабатывающим производством средняя заработная плата в час порядка двухсот пятидесяти рублей то там уже получается дай бог сто шестьдесят рублей в час плюс очень серьезные нагрузки на здоровье так вот конечно же в первую очередь рабочие заинтересованы в улучшении своего этого положения что нужно делать вот если бы рабочим сократить на шесть часов рабочий день до шести часов да еще и два раза зарплату повысить что получится разорились бы ну вот возьмем цифры по норильскому норильскому никелю а тут все просто получается увеличение зарплаты сразу же перетягивание каната будет уменьшать ту долю которая пойдет например на дивиденды из чистой прибыли ну что бы мы тут получили увеличим в два раза не восемьдесят миллиардов а сто шестьдесят миллиардов да еще на тридцать три процента увеличим потому что сократим рабочий день до шести часов двести двадцать два миллиарда будет было бы выплачено на дивиденды на дивиденды пошло конечно не так привлекательно поскромнее порядка тридцати миллиардов но тут мы сталкиваемся с тем что когда в такой степени концентрирован капитал то фактически эти все дивидендные выплаты они достаются очень узкому кругу просто отдельных лиц поэтому ничего ничего страшного не случится если держатель 30 процентной доли норильского никеля получит не восемьдесят миллиардов а пять миллиардов в год да поэтому цели и средства вполне понятны из расчетов для рабочих я думаю они не так понятны и цифры эти не на слуху никто обычно так у нас по телевидению не говорит об эксплуатации в этих соотношениях могут рассуждать про финансовые пузыри про помощь про ставки кредитов а про нормы эксплуатации нет что-то не слышно так вот и это надо доносить до рабочих и и главное способы борьбы и организация профсоюзов организация коллективных действий это большая работа работа пропагандистов в общем-то тех людей которые наверное и поэтому пришли в красный университет чтобы владеть этой информацией доносить его до рабочего ее до рабочего класса ну и отдельная благодарность Ленру за то что очень большой вклад в это дело вносит такой вот самый современный самый современный способом донесения этой информации поэтому товарищи у нас семинарского занятия тут не предполагается но я предложил бы всем взять какое-либо предприятие с открытой отчетностью и сделать эти сделать расчет нормы прибавочной стоимости а самое лучшее если вы непосредственно знаете или работаете на таких предприятиях ведете работу в коллективах тогда и эти цифры эти расчеты применить для пропаганды и агитации за коллективные действия и улучшение условий труда всех трудящихся спасибо за внимание и для удовлетворения в на а